Здравствуйте! Давайте мы с вами рассмотрим следующую задачу. Значит, на первом участке автомобиль шёл со скоростью 70 км в час и шёл по времени 4 часа. Второй участок. Автомобиль прошёл за 3 часа со скоростью 84 км в час. Найти среднюю скорость автомобиля на всём пути. Итак, давайте мы вспомним 5 класс. Чтобы найти среднюю скорость, надо весь путь поделить на всё время. Можно писать слово «общий». Общий путь на общее время. Итак, мы рассмотрим два варианта оформления работы. Первый вариант – это вариант 5 класса, потому что средняя арифметическая впервые проходится в 5 классе. Первым действием мы с вами узнаем, каков был первый участок пути. то есть 70 км в час умножаем на 4 часа, то есть скорость умножаем на время, получаем 280 км. Эта машина проехала за 4 часа. Рассматриваем второй участок пути. 84 умножаем на 3, получаем 3х4 12, 2 пишем 1 в уме, 3х8 24, до 1 в уме 25. 252 километра прошла машина за 3 часа. Третье действие. К 280 мы прибавляем 252. Это мы узнаем весь путь. 0 плюс 2, 2, 8 плюс 5, 13, 3 пишем 1 в уме, 2 плюс 2, 4 и 1, 5. 532 километра – это весь путь. Четвертое действие. Четвертое действие. Мы узнаем все время, то есть 4, прибавляем 3 и получаем 7 часов. Это все время. И, наконец, последним действием мы по формуле весь путь делим на все время. То есть 532 делим на 7. Первое у нас 53. Можно взять по 7. 7ю 7 – 49. Занимаем единичку. 13 отнять 9 – 4. И сносим двойку. 42 делим на 7 – это 6. 7ю 6 – 42. Значит, мы получили, что 76 километров в час – это средняя скорость. Ну, понятно, что в 11 классе, таким образом, мы не будем это все по действиям расписывать. Как расписать это в 11 или 10 классе? Итак, у нас есть расстояние, есть время и есть скорость. Вот все это я записала. СВТ. Есть первый участок пути и есть второй участок пути. Для начала выпишем скорость 70 и 84. И время 4 и 3. Чтобы найти расстояние, мы умножаем скорость на время. 70 умножить на 4 – 280. Либо 84 умножить на 3 – это 252. Теперь посмотрите, какое оформление. Мы складываем 280 и 252, получаем 532. Складываем 4 и 3, получаем 7. И теперь 532 делим на 7, получаем как раз 76 километров в час. Это и будет средняя скорость. Ну, как вы видите, в 11 классе запись более компактна. Спасибо за внимание.